У нас в кадре винтовка Z-15 Zombie Hunter Limited Edition от компании Zbroya. И сошки от компании Harris. И у стрелков зачастую возникает желание, как их подружить между собой. И у нас есть решение. На винтовке у нас установлено так называемое тяжелое цевье от компании Zbroya. На кулье жабры. И на цевье снизу привинчена планка от марки Buster Moment. На которой в частности установлена рукоятка управления огнем. Но как же поставить сюда сошки? А сошки, как известно, ставятся на обычную антабку. При помощи вот такого очень интересного крепления. Решение нам предлагает компания Стрела. Которая, я считаю, делает одни из самых лучших дульных устройств в Украине. Вот, например, глушитель, который установлен сейчас на винтовку. Это как раз глушитель Стрела. Так вот, в этой вот замечательной коробочке находится девайс, который признан помочь нам установить эту самую гвизиточки у нас, пожалуйста, даже наклеечка. Установить сошки на винтовку. Устройство выглядит вот следующим образом. То есть база, условно быстросъемная, которая устанавливается на планку вивера и которая содержит антабку, на которую, собственно говоря, затем и устанавливаются сошки. Поджимаем винт и закрываем вот это самое быстросъемное крепление. Если оно у нас недостаточно поджимается, то, соответственно, винт подтягиваем еще больше. Ну вот. Тугенько зажато. База установлена четко. Можете сказать, что она слишком близко находится к дульному срезу. Ну, это как кому удобно устанавливать. Ко всему прочему, здесь у нас еще вмещается рукоятка управления огнем, которую не хотелось бы прямо сейчас снимать. Ну, собственно говоря, на эту базу затем и устанавливаются сошки. Поджимая винт, мы тем самым поджимаем сошки. В базе. Ну, вот таким вот образом у нас винтовка готова стрелять из положения лежа стрелка и стрелять более или менее далеко. Здесь у нас более или менее доступный и при этом точный патрон 3G 55 грейн. Пуля FMG. Сошки установлены таким образом. С качалкой, между прочим. Делает возможность стрельбы. Исположение лежа делает возможность. Попробуем стрельнуть. Продолжение следует. Продолжение следует... мне показалось пятый выстрел оторвал серия из пяти посмотрим результат вот наша группа не такая уж и сильная хорошая но тем не менее и немножко уходит вправо стп от точки прицеливания ну это поправимо но тут вопрос еще в том что на винтовке стоит ствол седьмым твистом и пуля в 55 грейн не сильно подходящая для этого ствола это во первых и во вторых конечно здесь стоит первого поколения сброяровский осм который для подобного рода стрельбы надо менять ну и ручки ровнять само собой немножко переустановлены мишеньки и сушки высоковато сейчас опустим ниже да так будет гораздо удобнее но куст травы мешает так 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 Здесь два, три и четыре. Совершенно какие-то позорные отрывы. Но все-таки следующий этап тюнинга винтовки это замена ударно-спускового механизма. То есть в качестве МКПСного для быстрой динамической стрельбы, для беготни ОСМ неплох. Но для точной стрельбы он конечно жестковат. То есть вот видите кучи. Это не кучность, это кучи. Продолжение следует... Ну вот максимальная кучность. Которую выжать удалось на штатном ОСМ. Причем вот это, вот это сдвоенный. Здесь пять попаданий. Пять дырок. Здесь две. Ну, никуда не годится. Подзамет.